Вот что называется. А уже 7 июня премьера на большом экране фильма «Решение о ликвидации». Это зрелищный, захватывающий боевик, основанный на реальных событиях. Рассказывает о секретной операции российских спецслужб. Берём под наблюдение всех. Решение о ликвидации стало настоящим откровением. Ведь о деталях сложнейшей спецоперации ФСБ по уничтожению одного из самых одиозных и жестоких главарей террористической организации Шамиля Басаева долгое время ничего не было известно. В основу сценария захватывающего экшена легли рассекреченные факты и свидетельства очевидцев. Консультанты были люди, которые сами проводили эту операцию. Отсюда такая достоверность, такая картина. Абсолютно уникальная, на мой взгляд, операция. Необыкновенно, как она задумывалась, как её осуществляли, как она проходила. И в то же время живые люди в ней есть. Вот что самое главное. Рассказывая историю о мужестве и героизме российских спецслужб, раскрывая характер людей в экстремальной ситуации, создателям фильма удалось найти правильную тонацию. Герои Игоря Петренко и Алексея Верткова вызывают немое восхищение. Они обладают стальным характером, феноменальным благородством, целеустремлённостью и железной выдержкой. Незаметные герои громких подвигов. Офицеры ФСБ готовы рисковать жизнью, защищая интересы страны. Для меня очень важно было показать человеку очень неравнодушным. Показать человеку, у которого боль. Который понимает, что если не они, то кто? Кто тогда сможет остановить? Герой сталкивается с абсолютными неожиданностями. Приходится подпринимать решения. И когда они понимают, то ли они ошибаются, то ли нет. Действие фильма развернётся с неимоверной скоростью. Специальная оперативная группа просчитывает действия террориста на много ходов вперёд. Но преступникам удаётся создать сеть способников и ускользнуть. Начинается сложнейшая операция, успех которой, несмотря на тщательную подготовку, остаётся под вопросом. В ликвидации счёт идёт на секунды. Каждое промедление чревато гибелью ни в чём не повинных людей. Это не просто бегание с пистолетом или с автоматом. На самом деле, вы увидите в картине, это была ещё интеллектуальная, серьёзная работа, подготовка, которая уменьшалась успехом. Высоковольтное напряжение в зале будет обеспечено. Авторам удалось передать весь ужас происходящего, ощущение опасности и угрозы. Мы видим спецоперацию изнутри, через приборы наблюдения, сквозь тяжёлое дыхание и выверенные движения спецагентов. Было много сцен с перестрелок. Здесь была задача, во-первых, чтобы всё это выглядело достоверно. Поэтому нужно было правильно держать оружие, в правильной стойке. Физически нас долго тренировали. Вертолётные атаки, лихие погони и перестрелки зрителей ждёт взрывной коктейль лихого изобретательного экшена. Мощное эмоциональное, драматичное и честное кино, заряженное бешеной энергией, будет держать напряжение от первой до последней минуты. Мы устали от войны. Наши дети должны жить в мире. А далее погода.